Доброе утро, у нас сегодня четвертая Мишна очень интересная. Мы говорили с вами в начале, учили про время чтения Шма Исраэль, когда время чтения Шма Исраэль вечером, когда время чтения Шма Исраэль утром. Мы говорили про то, в какой позе нужно читать Шма, пришли к тому выводу, что Аллаха у нас, что можно читать в любой позе, но лежа нежелательно, потому что это не уважение, это не почтительно к молитве. Четвертая Мишна говорит, святая Мишна. Вечером произносит два благословения перед Шма и одно после, а вечером два перед и два после. Одно длинное, другое короткое. Маком шамру лаарих, инорашей лэкацер, инорашей лаарих, лахтом инорашей шилолахтом, шилолахтом, инорашей лахатом. В том месте, когда сказали удлинять, не имеет права укорачивать, где сказали укорачивать, не имеет права удлинять, запечатывать, не имеет права не запечатывать, не запечатывать, не имеет права запечатывать. Что имеется в виду? У нас часто бывает Мишна. Для простоты запоминания, поскольку Мишну учили наизусть в первую очередь, это устная Тора, то для простоты запоминания Рабио Наси придумал такие формулы, длинное и короткое запечатание, запечатать, это просто легче заучивать. Значит, у нас есть благословение перед Шмой и благословение после Шмой. И это очень интересный момент, потому что мы видим такой феномен, что вообще обычно, когда мы произносим благословение на какую-то заповедь, во-первых, мы в самом благословении упоминаем эту заповедь, аль нитилат едай, на омывение рук, аль нитилат лулав, на то, чтобы брать лулав, ле шеф басука, сидеть в суке, аль хелат маца, чтобы есть мацу и так далее. Если вы внимательно прочитаете те благословения на Шма, вы там не найдете ни одного упоминания Шма Исраэль, соответственно, да, во-первых. А вторая удивительная вещь, то, что мы с вами учили во второй Мишне, да, что может такое быть, человек заповедь Шма Исраэль не выполняет, а благословение, да, читает, как такое может быть, человек не сделал нитилат едай, и он прочитает благословение нитилат едай, это очень удивительно. Так поэтому говорит Мишна, что утром, во-первых, она разбирает тему этих благословений перед и после Шма Исраэль. Утром произносятся два благословения перед Шма, да, это Йоцер, Ор и Авар, Аба, и одно благословение после Шма, это Эметв и Яциф. А вечером произносят два благословения перед и два благословения после. Одно длинное, другое короткое. О, здесь очень важный момент, ключ к пониманию этой Мишны, что значит длинное, что значит короткое. Да, и длинное, короткое, это не значение, что сколько нам не лень читать его, да, много времени нас это займет или мало, да. А длинное, короткое начинается ли оно со слов Баруха Таашем, да, благословен ты Всевышний. Если оно начинается, слово Баруха Таашем, то на языке Мишны такое благословение называется длинное благословение. Если оно начинается, как, например, Авар Аббан, Любовь Великий Возлюбил, да, или Эметв и Яциф, Истина и Непреклона, да. Так, соответственно, благословение называется короткое, хотя по длине оно очень даже длинное, да. И в том месте, когда сказали, что благословение должно быть длинное, не имеет права делать с коротким, что значит, о чем здесь идет речь, сейчас поймем, да, и что без короткое не имеет права делать длинным, а запечатывать, что значит запечатывать, да, то есть это благословение, которое заканчивается словами Баруха Таашем, называется, называется длинным благословением, называется запечатанным благословением, а то, которое не заканчивается словами Баруха Таашем, не называется запечатанным благословением. Так говорит Мишна. Да, да. Так говорит Мишна, что нельзя менять эту формулу. Почему? С чего вдруг нам бы ее менять? Что за опасение такое странное? Так нужно понять две вещи. Во-первых, давайте пару слов о том, как устроено благословение. Мудрецы постановили произносить 100 благословений в день, и благословение начинается словами Баруха Та. Обычно благословение начинается словами Баруха Та, Шема Лукейну Меллахова. Лам благословение Всевышний, Бог наш, Царь мира. Что это означает? Барух, благословен. Мы благословим Бога? Нет, это просьба на самом деле. Простое понимание слова Баруха в благословении. Благословение это что-то, чтобы стало чего-то много, называется благословиться. Так мы просим, чтобы то качество Всевышнего, о котором мы сейчас будем говорить в этом благословении, чтобы оно приумножилось в мире, его проявление. Чтобы Всевышний дал нам свет, дал нам Тору и так далее. А не благословен ты? Да, благословен ты, простое понимание слова благословен ты, Это чтобы то качество, которое осветило нас своими заповедями, чтобы ты больше нас освещал своими заповедями. И на самом деле еще до этого, что более важно, мы говорим баруха, та, ашем. То есть это к Всевышнему не относится. Да, Всевышний освещает нас своими заповедями. На самом деле основа благословения, то что мы говорим баруха, та, шем, лексен, ты, ашем. Это четырех букв на именем Всевышнего. Качество милосердия, чтобы он больше проявил свое качество милосердия. Элукейну, Бог наш, это качество суда. Это все понятно. И царь мира, да. Когда мы говорим Барух, Ата-Ашеб, это что не ты благословен, а благослови нас? Да, простое благословение, понимание, чтобы ты благословен. Слово само благословен, это не смысл, что значит благословлять, да? Просить так, чтобы приумножить. Восхвалять. Нет, нет, нет. Есть, вот в иврите, это разные вещи. Это важно понимать. Потому что в иврите, браха, значение этого слова приумножение, не восхваление. Это часто, так я слышал от Рафаима Шапира, да. Он говорит, что это пшат, это простое понимание, да. Вопрос в том, какой пшат, на Эф-Шаха меня знает. Вопрос в том, какой пшат, какое простое понимание слова Барух, да. Я спросил, я спросил, у Рафаима Шапира, как-то, да, он мне сказал, что простое понимание слова Барух, благословен, это приумнож. Так, соответственно, мы просим, что Всевышний, нужно обязательно, чтобы было Баруха Ата-Ашема, чтобы упоминалось царство Всевышнего, да. То, что мы хотим, чтобы он был нашим царем, это Менах, тот царь, который хочет. народ и если можно понять приумноженный всевышний не это просьба и числительно обмноженный огромный но мы просим чтобы он проявил себя в этом мире в этих качествах которым о которых мы говорим более большим искать объеме там так и и тут и тут есть важное правило кто у кого есть время очень интересная тема в томом среди тур законы благословения на тору это просто одно из самых красивых мест валахе что есть такой мать и бархас мухала хаверта благословение которое идет одно за другим если благословение закончилось предыдущие словами бару хата ашем на благословение всевышний то следующее не начинается уже этими словами да тут мы уже об этом как бы попросили такая что происходит мы видим благословение на шма во первых это не благословение на исполнении заповеди это часть молитвы которые установили мудрецы учится это из того что написано шевы боем и нальтихо 7 раз день я тебя восхваляю то что цель говорит царь давид в салмах выучили отсюда мудрецы нужно постановить 7 благословений того у нас получается до 4 вечером и 3 утром и того мы приносим всем благословение вокруг шма это это текст молитва самом деле не благословение не только не только у вас есть эти стереотипы но и у меня тоже это не требует никакого доказательства когда мы говорим бару хата ашем благословен ты всевышний вообще другой перевести ничего нельзя да на самом деле ничего не переводится как можно подобрать что когда мы говорим благословен всевышний то мы не имеем ввиду ты на умножь что он приумноженный что он при всесильный что он то есть мой вопрос это называется восхваление это то что я в чем дело да то что благословение перед шма идут одно за другим да и соответственно то благословение которое идет после первого она не начинается слов бару хата ашем дело в том что если человек например он перепутанных местами Да поскольку дни благословенный исполнение заповеди то в принципе можно было бы переставить их местами так получилось что человек произнес на первое одно благословение потом у него была какая-то форс-мажор да и потом у него появился опять возможность прости друга благословение за этом случае говорит мишна мудрецы постановили чтобы чтобы благословение шли в такой форме там где есть баруг там нужно говорить баруг там где нет nuevo руб там оно не говорится это формула Даже если мы начинаем говорить благословение сначала второе, а потом первое, все равно мы не меняем их текст. Потому что текст молитвы, мудрецы текст молитвы восстановили когда-то, и мы его не меняем, хотя есть правила, в принципе, в котором он постановлен. Тем не менее, это запечатано, это уже закреплено, и текст молитвы уже не меняется никогда. На этом остановимся. Тут вопрос, просто чтобы было над чем подумать. Если вы заметили, что в первой, в начале Мишна все время говорила сначала вечер, потом утро, и тут вдруг, это наша четвертая Мишна говорит, утром благословляет, а потом вечером благословляет. А что случилось, с чего это вдруг Мишна изменила обычный порядок и сначала сказала про утро, а потом про вечер. Спасибо, хорошего дня.